В эфире Ньюс Эйдер, политический обозреватель Леонид Гвозман. И поговорим мы сегодня с ним, конечно же, о нашумевшем заявлении Байдена в первую очередь. Президент США, как известно, открыто обвинил российского президента в том, что тот отнимает человеческие жизни. Наш собеседник уверен, что такое, если происходило когда-то, ну то есть обвинение подобного рода между лидерами, то случалось это только когда была война. Идет ли война сейчас? Вот об этом поговорим. Присоединяйтесь к Ньюс Эйдер на платформе Патреон, чтобы получать дополнительный контент, ссылки на видео, где я объясняю, почему имеет смысл поддержать Ньюс Эйдер, а также ссылки на сам Патреон, вы найдете в описании к этому видео, в первом комментарии к нему и на этом экране в правом верхнем углу. И присоединяйтесь к нашему разговору. Леонид, благодарю вас за то, что вы согласились дать нам комментарий. И я бы хотел начать с сегодняшней нашумевшей новости, когда президент Соединенных Штатов открыто и, можно сказать, официально обвинил Путина в том, что он убийца. Когда вы услышали вот это заявление, которое Байден сделал в интервью местному американскому телеканалу, что вы подумали? Вы знаете, меня это очень встревожило. Меня это очень встревожило. И не потому, что я не согласен с президентом Байденом. Особенно по другой причине. Потому что это перекрывает возможности, ну или почти перекрывает возможности каких-либо договоренностей между нами. А есть вещи, по которым как не относились к Путину. Хорошо бы договариваться. Ну, например, это вооружение. Это предотвращение войны. Это совместные какие-то действия по контролю иранской ядерной программы. Там, ну и так далее. Да, вот есть вещи, в которых даже вот, понимаете, ну с кем угодно. Хочется с Сталином, хоть с Гитлером. Надо пытаться договариваться. Я очень боюсь, что это высказывание, которое очевидно очень радует многих противников президента Путина у нас в нашей стране. Да, я тоже отношусь к его противникам. Но я не уверен, что оно будет иметь хорошие последствия. Вот в этом я не уверен. Знаете, еще в 1919 году Макс Фебер написал статью «Политика как призвание», кажется. Вот. И там он вводил два типа этики в политике. Этика убежденности, этика ответственности. Значит, этика убежденности – это человек должен делать и говорить то, что он считает правильным. Да, вот делай как должный, пусть будет как будет. Да, это, он тогда говорил, ну тогда это слово использовалось, человек добродетельный должен себя вести вот именно так. А вот политик должен исходить в том числе из этики ответственности. То есть, он должен просчитывать. Он не может сказать, что я сделаю как должно, и пусть будет как будет. Он должен сделать так, чтобы было хорошо. Поэтому я не уверен в том, что, вот я не уверен в том, что последствия этой фразы Джо Байдена будут, ну мягко говоря, только положительными. Только положительными. С одной стороны, конечно, хорошо, что человек говорит, что думает, и в общем, то, что, боюсь, соответствует реальности. Но я не очень понимаю, что будет дальше. Понимаете? Ну, то есть, может быть, до какой-то степени. Понимаете, это же даже не только там война и все прочее, да? Это и многое другое. Ну, например, если наше руководство надеется, о чем-то договорится с американцами, что для нас, так сказать, важно, да, то тогда оно может пойти навстречу им по каким-то мелким делам, ну, для американцев мелким, а для нас важным, да? Там, ну, там, меньше сажать, там еще что-то такое делать. Ну, например, да? Вот. А если все равно все мосты сожжены и все порвато и так далее, то тогда, ну, и в гробу мы увидели, что они там будут говорить, понимаете? Вот. Поэтому я, на самом деле, меня это тревожит. Меня это тревожит. Это, конечно, новый этап американской политики. Если нельзя исключать, что президент Байден сказал-то просто так. Вот. Что за этим не стоит никакая подготовка, там ничего. Он просто вот у него это вырвалось, потому что он так думает, да? А сейчас его команда будет долго, значит, думать, как из этой ситуации выходить. Вот. Примерно так. Ну, на самом деле, в общем, оно, наверное, так и случилось, что для Байдена это, в общем, не совсем официальное заявление было. Потому что просто пошла беседа, и журналист поставил Байдена в такое положение, когда он должен был здесь и сейчас быстро дать ответ. Он сказал, ну, так вот вы хорошо знаете Владимира Путина. Скажите, вы считаете его убийцей? И вот он так задумался чуть-чуть, как бы, да, пожалуй. Ну, при этом сказал это очень уверенно и с улыбкой такой. Я уверен, что он так и думает, он так давно думает. Вы знаете, самое смешное, что я же был на встрече с Джо Байденом сразу после его встречи с Путиным. В 2009 году. И там было приглашено несколько человек. Борис Немцов, светлая ему память, Явлинский там был, еще кто-то, сейчас не помню. Ну, вот, у нас был человек 6-7, наверное, которых американцы пригласили в посольство свое на встречу с вице-президентом Байденом. И когда он приехал, они очень долго общались с Владимиром Путиным. Потом Байден опоздал на 2 часа. Вот, приехал такой несколько уставший и раздраженный, по-моему. И он хотел, естественно, расспрашивать нас. А мы, естественно, хотели расспрашивать его. Вот. И проявили некоторую бестактность. И все его спрашивали господин президент. Что вы скажете? Что думаете? Вот. И он тогда говорил, что он думает. И это было довольно жестко. Надо сказать. То есть, он давно пребывает в этом убеждении. Но, понимаете, вот тут он его выдал. У президента не бывает неофициальных заявлений. У президента нет обычной жизни и нет неофициальных заявлений. Кстати, а не на той или встрече, о которой вы говорите, после которой вы вот как раз и увидели в частном порядке Байдена, не в той или иной ситуации сказал Путину то, о чем он вот в интервью сейчас сказал. Он сказал, что вот на одной из встреч давних он сказал Путину лично, что у вас нет души. Ну, он, видимо, это как бы с некоторой иронией сказал. А Путин на него посмотрел и говорит, ну, мы друг друга понимаем. Ну, я думаю, что это была встреча. Эта тема поднималась в том, что рассказывал нам вице-президент Байден о встрече с премьер-министром Путиным. Эта тема поднималась. Это интересно. А вот обратите внимание, что ведь это была встреча, которая состоялась, получается, из ваших слов следует, 11 лет назад. А это действительно давно было. Тогда еще не было аннексии Крыма. Тогда еще не было вот этих политических убийств. Ну, если не считать убийства, опять же, химической атаки против Литвиненко. Но не было вот этого вот всего изменения, изменившегося миропорядка. Была война с Грузией. И только. Но это, конечно, уже многое. Но вот понятно, если бы сейчас вот в этом контексте Байден сказал, что Путин нет души. Но он тогда ему об этом сказал. Казалось бы. Ну, ему так казалось. То есть он тогда уже видел это. Вот так он ему сказал с его же слов. Я не хочу повторять то, что он нам говорил на закрытой встрече, поскольку у нас была обязательность к интенденциальности. Никто его не снимал с меня, например. Но с его слов, со слов президента Байдена, он это сказал Путину. Вот, вы знаете, я просто пытаюсь вспомнить, когда вообще было такое в истории российско-американских отношений, да и вообще в истории мировых отношений, чтобы вот лидеры государств говорили друг про друга, вот ты убийца. А тем более, я говорю, это вот если смотреть на российско-американские отношения. Такого я что-то не припомню. Нет, такое бывало только во время войны. Вот во время войны, да. Сталин называл Гитлера как угодно, и западные лидеры называли его как угодно. И это было естественно, мы с ним воевали. Ну, чё ж. Он был врагом. Значит ли это, что отношения российско-американские близки к предвоенным или военным, даже если не принимать во внимание, что прямого вооруженного столкновения нет? Ну, есть война другого рода, мы понимаем. Пропагандистская, кибероперационная. Ну, я думаю, что да. Я думаю, что они близки. Я думаю, что они близки. Понимаете, не исключаю, конечно, что сейчас наши дипломаты, а они вовсе не все такие, как спикеры МИДа, там есть очень квалифицированные люди среди нашего дипломатического корпуса, очень квалифицированные. Вот, и американские дипломаты постараются как-то это дело снять. Может быть, они как-то смогут что-то сделать. Но вообще, конечно, это шаг. Это следующий шаг. Понимаете, надежда только на то, что никто не хочет большой войны. И Путин не хочет. И Путин, кстати, способен отступать, когда действительно риск большой войны. Помните, Трамп в какой-то момент сказал, что он сейчас будет пустить ракеты, что-то там разбомбит в Сирии, в чертове матери. Тогда какие-то умные люди у нас в Минобороне с большими звездами сказали, мы тогда будем подавлять, не только сбивать эти ракеты, но и подавлять те позиции, откуда ракеты запускаются. Ракеты предполагались запускаться с американских военных кораблей. То есть, фактически, была угроза топить американские военные корабли. Я не знаю, способны мы это сделать или нет. В смысле, наша страна. Я просто не знаю этого. Но понятно, что даже сама попытка это сделать была бы почти наверняка проходом точки невозврата. Вот я хочу обратить внимание, что когда Трамп все-таки пустил ракеты, он это сделал, он выбрал свое обещание, то Путин не отреагировал никак. Он просто этого не заметил. И это было мудрое и правильное решение. Потому что другое решение было бы начало войны. То есть, Путин не хочет войны на самом деле. Он хочет балансировать на грани войны. Он не самоубийца. Понятно. Но, кстати... Он какой-то дворец в Геленджике. Его отремонтировать и жить там, понимается. Кремль до сих пор не отреагировал, если не считать заявление Володина, который формально является не Кремлем, а главой палаты в Госдуме. Он сказал, что у Байдена истерика. И вообще это оскорбление в адрес российских граждан. Как вам такое? Очень забавно, что они молчат. Конечно, сейчас, когда мы записываемся, когда мы с вами общаемся, я не смотрел сегодня телевизор. Но, в общем, предполагаю, включить пропагандистские каналы, пропагандистские программы, просто посмотреть на истерику, которая там будет. Это очень интересно. Если там не будет масштабной истерики, то, значит, в Кремле испугались и решили не связываться. Но даже если будет, это тоже ничего не значит. Но, конечно, реакция удивительно тихая. Ну, Хенштейн там выступил, что-то сказал. Ну, вот Володин выступил. Но это же все не очень всерьез, на самом деле. А на Эхе Москвы проявили опрос. Сейчас, или он до сих пор висит, не знаю. Считаете ли вы, что это оскорбление Российской Федерации? Вот, по-моему, 88% не считает. Это, конечно, аудитория Эхе Москвы. Но, знаете, на самом деле, это очень интересно. Люди говорят, что они за Путина, против американцев и так далее. Ну, хорошо, годится, ребята. Вы за Путина, против американцев. А почему тогда возмущенные граждане... Просто, знаете, гражданин включил телевизор и услышал, что, значит, Байден, гад такой, оскорбил наше всю. Почему он не пошел к американскому посольству с кем-нибудь плакатом, значит, Янки Го Хом, еще что-нибудь такое. Вот ничего этого нет. Вообще ничего. То есть, понимаете, вот как, когда вернулся Навальный, 17 января, библейское пришествие такое, да, вот, то за все прошедшиеся пол недели не было ни одной гражданской акции в поддержку властей и лично президента. Понимаете? Навальный его оскорбляет, понимаете? Грязной тряпкой гоняет вообще всех. Устраивает вообще какую-то просто, ну, ужасную такую расправу, да, информационную над начальством. А никто начальство не хочет защищать. Вот вообще никто. Нет людей таких. Поэтому я думаю, что тут важная такая вещь, что нету эмоционального контакта с лидером у нас. Нету. Вы знаете, вот интересно, как называется новость про Байдена, про его вот это интервью на Ре-новостях. Это самый главный и один из самых посещаемых ресурсов Кремля в интернете и вообще один из самых посещаемых, да, я подчеркну. Это главный рупор российской пропаганды. И вот здесь эта новость называется так. Байден заявил, что Путин заплатит за вмешательство выборов в США. Я открываю эту новость, я читаю, и я не нахожу в тексте ничего про убийцу. Вот вам, по-моему, и ответ. Что будет на российских каналах? Вы знаете, очень хорошо, если будет так. Вот дай бог, чтобы было так. Я не уверен, что президент Байден, будучи президентом Соединенных Штатов, прав, что он вот так говорит, что думает. Вот, да, я не уверен, что это правильно, да. Вот. Но если наши среагируют вот так, то есть постараются не за месяц, это будет мудрое решение. Вот. Быть тот редкий случай, когда я их одобрю. Ну, вы знаете, я просто пытаюсь понять, почему так Байден сказал. Байден это и президент, и человек. То есть в нем, видимо, человеческая здесь победила. Можно догадаться, потому что, ну, слишком много вреда Путин нанес лично Байдену. Ведь вот сейчас только что было опубликовано заявление о разведке США, в котором американские разведчики официально обвинили лично Владимира Путина и всю его команду в том, что они целенаправленно дискредитировали Джо Байдена на президентских выборах и даже раньше, да. То есть это такой очень масштабный очередной такой вот мощный доклад, в котором Россия и личный лидер, так сказать, ну, объявляются, в общем-то, там, киберпреступниками, политическими преступниками. Может быть, это повлияло? Ну, вы знаете, много чего могло повлиять. Много чего могло повлиять. Конечно, Байден живой человек. И, в общем, то, что он человек такой экспрессивный, об этом многие говорят, что он так, в общем, легко говорит, что думает действительно, да, вот, ну, что-то, что-то повлияло. Но это рискованное, рискованное заявление, не потому, что они кого-то обижают, меня они не обижают вот-вот нисколько, да, например, да, я не чувствую себя обиженным от того, что президент США назвал президента России убийцей. Вот, нет, я не чувствую никаких обид. Но, в общем, это такая рискованная история. Да, и вот давайте посмотрим, что у нас происходит на санкционном поле. Мы видим, что, во-первых, СНН сообщает о готовности Белого дома ввести санкции на следующей неделе. И вот сегодня Минторг США, как бы в унисон с Байденом, выпускает заявление, в котором, ну, формально вроде ничего особенного. Немножко расширяются санкции на экспорт оборонных технологий, технологий двойного назначения и Соединенных Штатов в России. Но там очень важный момент, что теперь не будет никаких исключений из общих правил. А именно, для космической и для авиационной, имеется в виду гражданской авиации, отраслей России, после первого сентября никаких поставок больше не будет. Это что означает? У нас космическая и авиационная отрасли в России, получается, под вопросом? Ну, они как бы под вопросом благодаря нашей внутренней политике, мне кажется, да? Понимаешь, ну, если ты хочешь, чтобы развивался космос, ну, как можно назначать Рогозина космосом командовать? Ну, елки-пот, ну, вообще-то... Либо-либо, понимаешь, либо ты ставишь человека, который будет оскорблять весь мир и космические державы, да? И тогда забудь про космос. Либо ты все-таки пытаешься, чтобы космос развивался. Это разные функции. Рогозина надо было поставить на какую-нибудь такую должность, ну, если уж так нужно, чтобы он хамил всему миру, да? Если они считают это правильно, да? То его надо поставить на какую-то должность, которая как бы звезды ему дает, понимаете? Вот ощущение, что он большой человек, но где он не может ничего испортить. Вот, ну, я не знаю, там, чем он будет таким заведовать, типа, типа, там, ну, не знаю, разработкой плана колонизации Венеры, например, да? Вот создать такой институт специально правительственного агентства колонизации Венеры. И там Барагозин совершенно спокойно резвился и рассказывал, что мы построим на Венере города, а американцы будут на батуте пройти. Ради бога, да? Но это не должно иметь отношение к реальному делу. Вот, поэтому у нас, конечно, все накрывается медным тазом, к сожалению. Но я думаю, что решение Минторга Соединенных Штатов связано в данном случае с тем, это действительно реализация общей политики, которая, конечно, не связана с словами президента Байдена, а является именно политикой, ответом на реальность определенную, что Российская Федерация в путинском варианте является врагом Соединенных Штатов. А раз она является врагом, то надо готовиться в том числе и к военному развитию событий. Как-то не печально, как-то не страшно. А значит, надо сделать так, чтобы ничего, кроме мультфильмовского оружия, у нас нового не появлялось. Ну, понимаете, мультфильм можно снимать до обалдения и представить Путина на Оскар за эти кино, как там ракеты летают и так далее. А надо, чтобы настоящего оружия не было. Это действительно очень важная вещь. И поэтому они смотрят, усиливают это. Да, конечно. Конечно, поскольку мы в сравнении с ними находимся в прошлом веке, а не в этом, то, конечно, без их технологий нам будет достаточно сложно. Ну, конечно, их будут воровать, конечно, их будут пытаться получать через третьи страны. Но, почему американцы тоже не идиоты, я думаю, что они это тоже перекроют. Леонид, вот смотрите, у нас тут в России бомбят, ведь Воронеж. Я вот думаю, а не усилится ли эта бомбардировка теперь после вот этих заявлений Байдена? То есть у нас уже все, а грозят начать закрывать соцсети реально. То есть Twitter, а потом могут и YouTube закрыть, то есть главную медиаплощадку, в том числе вот для нас с вами. Ну, конечно, они будут это делать. Но, опять же, понимаете, в чем дело? Они будут это делать вне зависимости от заявления Байдена. Это, может, подтолкнет. Это да. Это, может, подтолкнет. Потому что, ну, Twitter, они уже говорят, что замедлили. Да? Ну, они там заодно случайно грохнули Роскомнадзор, сайт Роскомнадзора. Ну, это бывает. Действительно, что делать? Дружесный огонь. Но Роскомнадзор они восстановили, а Twitter, они, конечно, пытаются грохнуть. Они пытаются заблокировать интернет. Потому что они уже открыто совершенно говорят, что интернет – это враги. Потому что они не могут интернет контролировать. И потому что в интернете они проигрывают. Они проигрывают в интернете. Они ничего сделать не могут. Мозгов-то не хватает на борьбу, ну, реальную идеологическую борьбу. Они умеют только вот как те шоу, на которые я раньше ходил. Меня раньше звали, да? Там в десятером на одного. Крик, виск. И микрофон отключают. Ну, тогда, конечно, тогда получается. Это как чекисты. Понимаете? Приходили там в шестером вооруженные к одному безоруженному и проявляли героизм. Ну, да. ИСС-овцы также действовали. Вот. Так что, да, они будут закрывать Twitter. Они будут закрывать интернет. Они устанавливают, они запретили просвещение. Сейчас, да. Вот. Они приняли во втором чтении закон о просвещении. Ну, конечно, есть теоретическая возможность, что его завернет Совет Федерации. Но она сугубо теоретическая. Я полагаю, что решение принято, да? То есть, теперь нельзя заниматься просветительской деятельностью. То есть, они встали на защиту мракобесия уже открыто. Но заявление Байдена не повлияет на эту политику, мне кажется. Оно может повлиять на какие-то другие долгосрочные вещи. Переговоры по вооружениям, переговоры по Ирану, переговоры по климату и так далее. Вот здесь могут быть серьезные последствия. Знаете, вот самое забавное, что, например, наш коллега Константин Эггерт пишет в своей статье про Дольче Велли. Он рассуждает, ответит Путин Байдену или не ответит? И он пишет, что, ну, может, не ответит, а может быть, говорит, ответит. И говорит, в таком случае первыми поводу дара попадут оставшиеся на воле российские оппозиционеры. То есть, я читаю в этом такую какую-то страшную, такую трагическую иронию, да? То есть, ответить они могут ударом по бедным российским активистам, которых и так, вот, я не знаю, уже депутатов скоро будут сажать на роль на месте. Саша, они же давно к этому призывали, понимаете? Газета «Завтра» несколько дней назад опубликовала статью, в которой был такой, знаете, просто крик души. Почему, говорят они, Леонид Гозман еще на свободе? Ужас такой. Да, это написано в газете «Завтра». Ну, зашибись. Ну, хорошо, вот как раз по поводу вашей истории. Ведь вы сами, в общем, не так давно попали под удар, вы узнали о том, что утек ваш разговор с Яковенко. То есть, его прослушали, да, как я понимаю, РТ, а по сути российские спецслужбы. Нет, его не могло прослушать РТ, у РТ, у РТ не может быть, ну, вряд ли, у них есть специальное оборудование, специальные техники для специалистов, вот таким вещам. То есть, это сугубо специальная работа, прослушка. Мы с Игорем Александровичем Николенко полагаем, что прослушали у нас спецслужбы какие-то, да. Значит, вообще, суть истории в том, что я шел на прямой эфир к замечательному человеку Антону Красовскому, который вызывает у меня чувства, примерно такие же, как вызывает Хейнштейн, на самом деле. Со всеми остальными мне говорить проще, чем с Хейнштейном, как выяснилось с Красовским. Так вот, значит, я шел к ним на прямой эфир, и перед тем, к идти, позвонил Яковенко посоветоваться, какие факты вранья Russia Today наиболее будут убедительными для их зрителей. Потому что я шел исключительно для того, чтобы к зрителям обратиться и сказать, ребята, вас обманывают. Вот эти люди, которые вы смотрите, они вас обманывают. Ну вот, мы с Яковенко 15 поговорили, значит, было часа в 4 дня, в 8 вечера прямой эфир на РТ. Мне, значит, этот самый Красовский выдает, ну, так, ерничный, естественно, глумясь, что вот, мы тут все напуганы, нам звонят из администрации президента, они тоже напуганы, что вот якобы Гозман едет с каким-то досье, которое ему дал Яковенко. Ну, все, занавес, да, значит, прошло 4 часа. Значит, мы считаем, что у нас прослушали спецслужбы. Мы считаем, что они передали все Russia Today. Это означает, что Russia Today фактически является их подразделением. Потому что, если бы это были разные структуры, то вопрос о передаче прослушки в Russia Today решался бы на достаточно высоком уровне, и это заняло бы время. А вот тут это решилось на уровне, так сказать, условного товарища майора, который просто позвонил в Красовский, сказал, Антон, вот к тебе вот этот гад придет, значит, вот смотри, что он говорит. Ну, замечательно, да. И мы подали по этому поводу в Следственный комитет сообщение о преступлении. Но вы сказали, что я стал жертвой, я пока не стал жертвой, всерьез, потому что я на свободе. Ну, объектом атаки, я сказал, вот такой, информационной. Я сказал, что вы стали объектом информационной атаки. Это вообще, Саша, это ерунда, что творилось по поводу другого события, мы со мной же связаны. Значит, мы с Андершем Осландом, очень известным, уважаемым американским экономистом, опубликовали статью под названием Russia After Putin. Russia After Putin, How to Rebuild the State. Значит, как Россия после Путина, как возродительство государства. Вот. Эта статья была опубликована в Atlantic Council, где работает Андерш. Вот. И, ну, реакция Черносотина на всяких издания, она совершенно фантастическая. Вы знаете, я с такой сталкивался только, когда аж в 13-м году, еще за год до Крыма, написал такой совершенно интервизм, банальность, что СМЕРШ от СС отличался только другой формой. Собственно, так, эти преступные организации, преступные структуры совершенно, которые убивали людей. Вот. Тогда Государственная Дума посвятила мне час пленарки, поручила трем комитетам расследовать мою антинародную деятельность. Все каналы про это рассказывали, что они сделали у меня такой пиар. Знаете, без меня без этого, конечно, никто бы эту статью не заметил. Тем более, что до меня эту мудрую мысль, понимаете, высказывали. А Стафьев, Гроссман, вообще, великие люди. Ну, это очевидность некая. О чем тут спорить? Где ньюс-то, да? Нету ньюса. Ну, вот. Значит, и сейчас то же самое. Соловьев посвятил час пятьдесят две минуты прямого эфира своего вечера с Владимиром Соловьевым. Ну, там, несчетное число своих там этих стримов, но это я пусть не считаю, да? Их мало смотрят. А вот главная пропагандистская программа. Час пятьдесят две минуты они орали, понимаете? По этому поводу. Очень разные люди. И завтра, и еще какие-то черносотенные структуры. Ну, очень масса народу про это дело написали. И тоже все, ну, враги, понимаете? Враги. А знаете, в чем, что их обидело больше всего? Обидело две вещи. Первое. Наше требование распустить ФСБ. А второе. Будете смеяться. Перейти к парламентской республике. Что мы не хотим. Мы против президента, понимаете? Ну, как же? А как же без царя-то? Ну, а вы, кстати, не думаете, что это признание вашего политического веса? В том числе и в связи с тем, что вы в высоком, на самом деле, статусе встречались с тем же Байденом и так далее. Нет, нет, нет. Слушайте, Саша, я думаю, что если у меня и был вес, то его сейчас нет. Потому что, ну, чего? Ну, я кто? Я один. Вот, так сказать, я тот воин, который один в поле. Я не вхожу ни в какую структуру. Я не баллотируюсь. Я не организовываю митинги. Меня, в общем, особо не приглашают туда выступать и так далее. Просто, ну, случайно мы как-то удалили по больному месту. Ну, может потому, что это пришло с Запада. В общем, когда, самое смешное, что все, что там написано, не все, примерно половина того, что там написано, я опубликовал несколько месяцев назад по русскому журнале «Репаблик». Собственно говоря, статья-то как получилась. Я опубликовал статью в «Репаблике», она понравилась. Андер Шворландов. И он мне говорит, слушай, давай смотри, ты вот про это писал, а про это ты не писал. Ну, как бы не твоя тема, да? А это тоже важно. Давай я напишу свою половину про это, про то, про что ты не писал. Ну, там экономика всякая и так далее. И мы сделаем совместную публикацию. Давай, конечно, классно, почему нет? Мы так и сделали. То есть, когда это было опубликовано в России, а то, что их обижают, оно в основном в моей части статьи, между прочим. Ну, потом этот текст стал совместным, и там было много итераций, когда мы его согласовывали. Но, тем не менее, есть базовая моя часть, базовая его часть. Так вот, базовая моя часть была опубликована по-русски несколько месяцев назад. И никто не заметил, понимаете? Никого это не волновало. Когда это пришло из Вашингтона, они взволновались вообще до степени истерики. Вообще, Леонид, меня поражает, насколько российская политика, и не только политика, кстати говоря, в целом, вообще все, что происходит в России, оно становится каким-то таким, ну, очень простым, примитивным и двумерным. То есть, ну, например, вот российская геополитика, это, значит, вот черное и белое, это мы в кольце врагов, вот есть злые представители Запада, и есть прекрасная, значит, Россия во главе с Владимиром Путиным, нетленным. И как-то вот вся пропагандистская карта, она такая черно-белая. Вообще, это о чем свидетельствует? Ну, вы знаете, это же не мы первые, не мы последние, да, не мы первые, не мы последние, значит, авторитарные, ну, авторитарные диктаторские режимы в период своей неэффективности, да, они предельно упрощают мир. Ну, потому что, понимаете, вот это то, что мы в кольце врагов, значит, у нашей пропаганды есть несколько тезисов, вот смотрите. Значит, во-первых, мы классные, мы высоконравственные, мы храним там ценности, подлинное христианство, семью, там, я не знаю, что еще, да, вот. В общем, мы хорошие. За то, что мы хорошие, нас все ненавидят. Именно за то, что мы хорошие. И поэтому они хотят нас, значит, погубить, поставить на колени, там, притормозить, я не знаю, все что угодно, да. Это второе, то есть третье, то есть мы все равно сильнее, мы всех загоним под лавку и всех победим, да. Вот такая простая и комфортная картина мира. Она для чего нужна? Она нужна для достижения внутриполитических целей. Потому что за то, что она комфортная, за то, что она, ну, у людей, которые в это верят, высокая национальная самооценка, да. Мы же хорошие, хорошие и самые сильные. Мы всех победим. Вот, это классно. Мы не Португалию догоняем. Понимаете, помните, был такой лозунг «догнать Португалию». Вот, это унизительно, так сказать, для многих лозунг. А мы не Португалию догоняем, мы вообще уже никого не догоняем. Уже не имеет значения вообще, сколько у нас там, какой у нас уровень жизни. Потому что мы, понимаете, мы стоим за добро и свет. Вот, это же здорово, это же классно, да. Вот. А кроме того, в этой ситуации, когда враги кругом, они в этой ситуации спрашивают о пенсиях, о качестве жизни, о чередях в поликлиниках и так далее. Ну, может только враг народу, который на этих западных врагах работает, понимаете. Вот, то есть, ну как, ну война, ты че вообще парень? Ты че парень? Ну все для фронта, все для победы. Вот, победим пиндосов там и всех, да. Ну тогда, конечно, начнется жизнь совсем хорошая. А пока не про то разговор. А вот вы не думаете, что, особенно в контексте того, что сейчас происходит эскалация на Донбассе, да, мы понимаем, что это попытка дать ответ администрации Зеленского на закрытие Медведчука. Вот не думаете ли вы, что Путин может начать вот здесь вот разогревать точку горячую от обиды, от мести? Он же воспринимает, как сказать, ну ситуацию в Украине воспринимает как войну США против России, да? Ну конечно, так же, как и ситуация в Грузии, так же, как в Сирии, там и так далее. Конечно, у него есть, у него такой мир такой достаточно довольно простой по всей вероятности, ну судя по его действиям, ему в голову не залезешь, но по его действиям мир довольно простой. В этом мире есть вот враг. Враг это американцы, да? Вот он с ними воюет на разных фронтах. Вот, значит, мне кажется, что он может начать эскалацию ситуации на Донбассе. Это будет абсолютно проигрышно. Причем он будет проигрышно и во внешнеполитическом плане. Мне кажется, не меня судить, но, наверное, среди ваших гостей есть люди, которые это знают, но мне кажется, что украинские вооруженные силы, в общем-то, готовы к отпору. Ну все это подтверждают, да, украинские собеседники мне говорили, что они готовятся очень серьезно, и что армия, конечно, сильно изменилась за последние пять лет. Конечно, конечно. Я вообще не знаю, там, самая у них сильная армия в Европе, как ты у них там говорил из их лидеров. Я не самая, это не могу судить, но то, что эту армию просто так вот не возьмешь, это, я думаю, уже теперь, теперь уже так. Совершенно не очевидно, что это будет повторяться Дебальцево и все прочее, да? Совершенно не очевидно. Вот, то есть, я думаю, что мы там завязнем второй раз, мы там уже завязнем, понимаете, ведь, слушайте, вся операция на Донбассе, это же полный провал, потому что цель была, очевидная цель была, отторгнуть у Украины восемь юго-восточных областей и сделать там либо марионетное государство, либо там вообще аннексировать там и так далее. Как минимум, была цель пробить сухопутный коридор в Крым, да? Ведь, ну, понятно, что эти два города, Донецк и Луганск, это же чемодан без ручки вместе с бандитами, которые ими управляют. Кому это вообще надо? Так что это уже был прорыв. Уже был прорыв. А сейчас это будет второй прорыв. Ну, а с точки зрения внутриполитической, никакого энтузиазма уже не будет. Если они надеются на то, что народ, как-то, знаете, воспрянет, а давайте мы сейчас все будем вместе, так сказать, защищать русских от бандеровцев, да, этого уже не будет. Это прошло. Это прошло. Это прошло очень давно. И никто сейчас не возбудится по поводу Донбасса. Вы понимаете, если бы, там, я не знаю, украинские войска вторглись в Ростовскую область, то, возможно, была бы какая-то эмоциональная реакция у граждан России. Может быть. Но поскольку об этом наш руководитель может только мечтать, то никакой консолидации от того, что мы там пойдем на Харьков или на еще что-нибудь, не будет. Это будет ошибка ужасная. Ну и последний момент. Навальный. Он тоже один из претендентов на вот эту вот жертву, да. Ну, будем надеяться, что все хорошо будет, по крайней мере, на том уровне, который есть, что хотя бы он в колонии просто сможет жить. Ну вот, судя по тому, что говорят, что ему реально там, его пытают лишением сна. Ну вот, вы читали, наверное, слышали то, что он писал в Инстаграме, да, когда приходит человек каждый час ночью и как бы специально фактически будит его, снимая на камеру и выкрикивая, значит, Навальный такой-то, такой-то, еще не сбежал, да. А ему же статус склонного к побегу специально для этого вот назначен. Ну вот, вот что вы думаете по этому поводу? Ну, вы знаете, положение всех людей, которые оппозиционные властям, с каждым днем становится более рискованным. Это совершенно точно. А поскольку Алексей Навальный является таким символом сопротивления Путина, да, то его положение очень опасно. Предельно опасно, с моей точки зрения. Вот. Я не знаю, решатся они его убить или нет. Ну, в общем, потому что они явно, скажем, как говорят, берегов не видят, да, они явно совсем же потеряли здравый смысл, поэтому как бы исключать этого нельзя. Другое дело, что и это преступление, если оно будет совершено, не приведет их к успеху. Потому что они думают, что все проблемы лично в Навальном, в его авторитете, в его харизме и так далее. Это не так. Это не так. Проблемы в отношении к ним, активной части нашего общества, в отторжении их, в усталости от них и так далее. Вот. Поэтому, если они завершат это преступление, то это будет преступление достаточно бессмысленное. Спасибо вам большое. Спасибо за это мнение. Да, вам спасибо, как всегда. Хорошо. Это был Леонид Гозман. Спасибо ему и вам, дорогие зрители, за поддержку. Присоединяйтесь к Ньюсейдер, ставьте лайки, оставляйте комментарии и, конечно, подписывайтесь. А также подключайтесь к нам на платформе Patreon. Наши патроны получают дополнительный контент в большом количестве. Эксклюзивные видео, текстовую аналитику и доступ в закрытое сообщество Ньюсейдер. Все это получают наши покровители на сервисе Patreon. Благодаря патронам мы запустили целый ряд передач. В том числе новостную, антивести, которая идет по будням. Ссылки на Patreon и на видео, где я объясняю, почему вообще имеет смысл поддержать Ньюсейдер, вы найдете в описании к этому видео, в первом комментарии к нему. И в правом верхнем углу на этом экране наводите курсор, выпадает меню, две ссылки на платформу Patreon и на видео. Спасибо всем тем, кто оказывает нам поддержку. С вами был Александр Кушнарь. До новых встреч. Берегите себя.